Здоровье для женщины Оборудование в области медицины позволяет быстро и качественно выявлять патологии на ранних стадиях. Проект «Здоровое поколение. Наше будущее» получил широкий отклик среди предпринимателей Калуги, которые выступают партнерами и спонсорами. Татьяна Сергеевна, я прежде всего, хоть с некоторым опозданием, но совершенно искренне хочу поздравить вас с тем, что в конкурсе национальной премии «Золотой Меркурий» ваша компания заняла первое место как лучшая семейная компания России. Спасибо огромное. Семейная компания предусматривает то, что кроме вас там работает еще кто-то из членов вашей семьи. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Нашей компании 8 лет – это клиника «Здоровое поколение». Это бизнес наш и моей мамы. Мы династия врачей. Я из династии врачей, поэтому я очень горжусь. И я рада то, что мама все отдает мне, все мастерство. И действительно, семейное предприятие – это классно, потому что только мама или папа может обучить правильно ребенку бизнес, поставить бизнес и масштабировать его. Вот мы сейчас с мамой думаем про открытие второго филиала в Калуге, то есть мы еще и растем, масштабируем свой бизнес. Это чудесно. А как делятся ваши обязанности в этом семейном предприятии? Кто за что отвечает? Мы взаимозаменяемые, скажем так. Четких таких, что кто-то определенно что-то делает, такого нет. Если у нас операционный день, то мы можем друг друга заменять. Так и в любой ситуации. Если я сейчас уезжаю в Сочи, мама остается руководить клиникой, потому что мы взаимозаменяем друг другу. Это очень классно. Чтобы клиника не оставалась без нас, мы можем заменять друг друга. Обязанности, конечно, ну да, можно сказать, что можно поделить, потому что мама – это клиницист, она очень хорошо лечит, оперирует, скажем, клинический ум развит, клиническое мышление. Я более современный человек, и здесь сочетается главный врач, маркетинг, стратегия, бизнес. Это вот ко мне. То есть у вас все-таки нет строгого деления? Кто-то лечит, а кто-то занимается бумажками и продвижением бизнеса? Нет, нет, такого нет. Мы занимаемся практически одинаково, потому что мы друг другу помогаем, и нет четкого того, что именно ты должен заниматься бумажками. Мы делаем все вместе. Кроме того, что у вас медицинский центр, вы его позиционируете и как инновационный центр. Что это означает? Это означает то, что не только мы лечим наших женщин в городе Калуги области, мы еще проводим инновационные исследования в области медицины и гинекологии. Мы создаем и пишем статьи, публикуем их, занимаемся плотной наукой, научным исследованием. И у нас есть уникальная программа шаг дисплазии соединительной ткани. Мы ее запатентовали. И теперь каждая женщина, которая приходит на прием к нам, можем высчитать факторы риска при беременности, при бесплодии и уже оптимизировать данную женщину и снижать факторы риска. Инновационные мы, потому что у нас самое современное оборудование. Работаем мы на современном оборудовании, делаем офисную гистероскопию, смотрим полость матки без наркоза, без боли. Наркоз мы не даем нашим женщинам. Все, что мы делаем в современных условиях операционной, не требует обезболивания и не требует дачи наркоза. Мы не стоим на месте. Каждый год мы что-то покупаем и внездряем в наш медицинский центр. Все оборудование в клинике – это немецкое оборудование. Российское оборудование, к сожалению, еще пока в России нет такого внедрения, таких современных технологий, которые мы могли бы, например, купить для своей клиники. Вот почему мы современные, инновационные. Скажите мне, пожалуйста, меня, разумеется, больше интересует предпринимательская часть вашей деятельности. Скажите, те же закупки современного оборудования – это достаточно серьезное вложение. Как вы принимаете решение? Я принимаю решение привезти то или иное оборудование. Когда я еду на конгресс, я трогаю, я смотрю это оборудование, веду торги с тем или иным поставщиком и привожу его сюда. Обучаю врачей работать. Вы работали до этого в государственных медицинских учреждениях? Моя мама работала, конечно. Она проработала очень много. Сначала в Калужском городском роддоме, потом после этого ушла работать в БСМП, больницу скорой неотложной помощи, как оперирующий врач-гинеколог. Потом у нее был специализированный прием по невынашиванию, бесплодию беременных у нас в Калуге. И потом, когда я закончила мединститут, да, я работала, когда я была на шестом курсе, я работала в государственной системе здравоохранения. Проработала я, наверное, два с половиной-три года. Потом уже приехала сюда, в Калугу, мы открыли собственный медицинский центр. Вот в чем разница в организации работы между государственным и вашим центром? В чем разница? Очень очутима разница, потому что если ты работаешь в государственной системе здравоохранения, ты не можешь прийти к главному врачу и сказать главный врач, купите мне, пожалуйста, офисный гистероскоп, я буду женщин смотреть без наркоза, без боли. Купите мне УЗИ-аппарат самой современной модели. Знаете, как это нужно нашим колузским женщинам? Купите мне еще вот это, вот это, отремонтируйте мне кабинет, поставьте мне, создавьте мне условия для того, чтобы я работала. Вот, поэтому это невозможно в государственной системе здравоохранения, к сожалению. Сказать-то вы можете, но что вы с этого получите? А здесь, а у вас как? Ну, если даже мне главный врач купит то или иное оборудование, ну, я могу сказать, что для врача еще немаловажно это как бы совершенствовать свои знания и постоянно совершенствовать их, внедряя в свой мозг что-то новое. Последние научные исследования, да, и последние все эти скопусы, публикации в скопусах, в ланцет, какие-то современные конференции, конгрессы, цена последней конференции моей как врача стояла 200 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Если бы я работала в государственной системе, я не развивалась, я бы не смогла развить себя как личность, как врача, который сейчас может и поговорить и про бизнес, потому что я постоянно обучаюсь и в свое образование отдаю большие деньги и как врач-клиницист. То есть государственная система не смогла бы полностью одарить меня как врача всем тем, что сейчас сделала моя мама, сколько она отдала денег в мое образование и сейчас отдает до сих пор для того, чтобы я была успешна как в бизнесе, так и в медицине. Кстати, вот если в процентном соотношении посмотреть, сколько времени уходит непосредственно на бизнес, а сколько времени на медицину, вот из вашего рабочего дня, например. 50 на 50. 50 на 50. У Веры, у мамы больше, у мамы, наверное, может быть 80% на медицину. И знаете, в последнее время я бы хотела сказать, что нам некогда лечить стало пациентов. То есть очень много бумаги, волокита, представляете, очень много бумажек. Наш медицинский центр образ просто бумажками. Вот это, конечно, безобразие, потому что на каждую бумажку надо еще бумажку, эту бумажку еще надо подкормить тремя бумажками. Это, конечно, безобразие. Да. И так как у вас людей немного, то, собственно говоря, вам приходится всем этим заниматься. Совершенно верно, да. Потому что я не могу делегировать кому-то, потому что если я кому-то делегирую, я знаю, что я должна этого человека проверить. Лучше я сделаю сама и качественно. Один раз, чем я буду делегировать кому-то из работников. Ну, сейчас, к сожалению, нельзя говорить о медицине без упоминания пандемии. Как коронавирус повлиял на вашу работу? Вы знаете, я могу совершенно четко сказать, что наш медицинский центр никак не пострадал от пандемии. И мои работники, сотрудники клиники, подчеркиваю, которые у меня работают по трудовому договору, не пострадали от пандемии. Выплаты я им производила в полном объеме. Мы принимали всех острых случаев кровотечения и принимали наших беременных женщин. Конечно же, да, объем, ну, то есть как бы можно было бы минимизировать эти изменения. Конечно, да, здесь надо было уменьшать налоговые изменения, да. Если, например, клиника работает, и я, например, как главный врач выплачиваю всем своим медсестрам полный пакет, и денежные средства, они не пострадали. Я бы хотела государство видеть хотя бы снижение налоговых выплат, что, в принципе, я не видела. Но мы не пострадали, потому что мы умеем вести правильно этот бизнес у нас колодит. Чудесно. Ну и, может быть, в завершении нашего такого динамичного интервью, чего вы ждете от перспективы? В чем главное направление развития вашего центра в дальнейшем? Вы сказали о том, что старайтесь открыть филиал. Есть. Да. Я хочу открыть второй филиал. Вот. И задумка такая, что я очень хочу открыть в Калуге частный роддом. Это в планах. Я хочу масштабировать. Я хочу, чтобы в Калуге был единственный платный роддом, где женщинам оказывали все услуги по высшему разряду. Продолжение следует...